Доброе утро! Здравствуйте! Ещё чуть-чуть и настанет последний весенний месяц. А пока наслаждаемся последними днями апреля и смотрим утренний эфир. В студии для вас работают Екатерина Орлова и Дмитрий Доброход. Не пропустите, будет интересно. Мне кажется, сейчас молодоженам намного легче. Если раньше выбор фотографов и видеографов был маловат, то сейчас просто невозможно сразу определиться. Мало того, сейчас для женихов и невест проводятся различные семинары. Какие ещё семинары? Ну, проводятся различные мастер-классы, демонстрируют свадебные платья, прически, макияж свадебный. Интересно было бы побывать на таком. Татьяна Аврамогла не только там побывала, но и даже подготовила сюжет. Смотри. Ежегодно модные тенденции в свадебной индустрии меняются. Для того, чтобы будущие молодожены были в курсе всех последних новинок, организаторы свадьбы всё чаще стали проводить семинары, на которых профессионалы представляют новые продукты из течения и направления в этой области. Выбор фотографа, видеографа, ресторана, платья и костюма, прически – в общем, всё, что необходимо для идеальной свадьбы. На семинар приглашены 26 молодых пар, которых в ближайшее время ожидает прекрасное событие – бракосочетание. На мероприятии девушки могли не только увидеть свадебные образы, но и поучаствовать в самом процессе их создания. Прическа, макияж, платье, букет – у невесты должно быть всё идеально. И главное – модно. В моде лёгкость, воздушность. Вот так мы и делаем Кристине нашли такую прическу. Очень будет элегантная, лёгкая, ненавязчивая. Но при этом она будет подчёркивать себе достоинства. Какие-то украшения яркие, насыщенные будут. И всё-таки это без каких-то дополнений, без заколок, без… В этом сезоне очень модные живые цветы в волостах. И вот наш флорист уже готовит букетик. Когда прическа уже готова, можно приступать к макияжу. Стилисты рекомендуют делать упор на нейтральные оттенки. А также говорят о серебряных и золотых тонах, которые создают интересные акценты на глазах. Мы обращаем внимание на цвет кожи, на подтон кожи. Мы обращаем внимание на цвет глаз невесты. И, естественно, платье и букет. Вот в данном случае у нас в головке, если вот снимите, обратите внимание, что у нас в букете присутствуют те цвета, которые присутствуют на глазике. И визажист-парикмахерам всегда должен быть открывать глазик. Смотри вперёд. Да. Работать в паре для того, чтобы сложился красивый, очень естественный и нежный образ. Букет невесты обычно подбирается под стилистику свадьбы. Яркий свадебный букет из разных видов цветов в сочетании с белым платьем создаст неповторимый образ невесты. Также в последнее время очень актуальны венки, украшения волосы, бутоньерки и живых цветов. Это тренд этого сезона. Всё лёгкое, воздушное, как можно больше природных материалов. То, что растёт у нас под ногами, то, что можно найти в лесу и за окном. Также актуальны венки, как можно больше, лёгкие, воздушные. В общем, всё, что связано с природой. Пышные, струящиеся, закрытые, со шлейфом. Выбор свадебных платьев действительно огромен. Большинство моделей остались неизменными, однако поменялись цветовые решения. Кружева, конечно, остаются и добавляется цвет пудровый, либо нежно-голубой, небесный, ещё называется безмятежность. Поэтому эти два цвета в свадебном украшении невесты обязательно используются. И это очень-очень приятно, потому что можно разнообразить не только белое, как вы сегодня увидите, и айвори, но и вот эти ещё цвета добавить. Идеальная свадьба. Для каждого она своя. Но самое главное, чтобы этот особенный день стал для молодожёнов ярким и незабываемым. Следующая рубрика особенно будет полезна молодым родителям. Для вас только лучшие советы. Насколько важны оба родителя воспитания и ребёнка, расскажет наш корреспондент Славина Савчук. Довольно часто встречаются семьи, где воспитанием детей занимаются только мамы. И с одной стороны, это вполне логично. Им на это даётся декретный отпуск, а папы-добытчики зарабатывают деньги, чтобы обеспечить своих любимых. Но с другой стороны, ребёнку нужны оба родителя. Только так можно воспитать полноценную личность. У каждого ребёнка должны быть оба родителя. И мамы, и папы. Потому что это запланированный ребёнок, это любящий, это долгожданный ребёнок. Для того, чтобы воспитывать ребёнка, правильно воспитывать ребёнка, необходимо определить внутрисемейные, социально-психологические факторы, имеющие воспитательное значение. Главная роль родителей в воспитании ребёнка – это, прежде всего, достижение душевного единения, нравственной взаимосвязи родителей с ребёнком. Родители, они не должны терять и пускать воспитание на самотёк. Довольно часто мамы допускают большую ошибку, не доверяя ребёнка папе, постоянно критикуя своего мужа. Неправильно одел, не тем накормил, не так купаешь, играешь и прочее. После таких слов папы теряются и начинают бояться воспитывать своего же ребёнка. Спустя время это перерастает в неумение, и тут снова критика. Скажи своё веское отцовское слово, почему постоянно я должна делать ему замечания и прочее. Так делать нельзя. По мнению специалистов, главными должны быть оба родителя. Мы стараемся в нашей семье разделять все обязанности, как воспитание детей, так и домашние какие-то заботы. То есть в то время, пока папа занимается каким-то домашним делом, мама занимается детьми или наоборот. Но есть такие моменты, когда всё-таки нужно это делать вместе. Например, прогулки, игры дома, чтение книг, купание ребёнка и так далее, чтобы ребёнок видел, что у него есть и мама, и папа, что они равны для него и так далее. Родители должны понимать, воспитание – это не только следить за тем, чтобы ребёнок был сыт и одет. С ним нужно не просто играть. Ребёнком нужно заниматься постоянно и уметь правильно наказывать, стараясь при этом поддерживать друг друга. Существует несколько стилей семейного воспитания. Это демократический стиль, это авторитарный, это попустический стиль. При демократическом стиле воспитания в первую очередь учитываются интересы ребёнка. При авторитарном стиле родители навязывают своё мнение ребёнку. То есть это можно сказать, что стиль подавления. И при попустительском стиле дети предоставлены самим себе. Мы изначально с мужем договорились о том, что если один родитель ругает ребёнка, второй, как бы ему жаль не было ребёнка, с ним солидарен. То есть если муж наругал, я жду, я терплю, я молчу. А уже после, если я с чем-то не согласна, после этого я могу наедине мужу сказать, с чем я не согласна. И наоборот, если я ругаю ребёнка, папа молчит, папа поддерживает, чтобы ребёнок видел, что мы оба хотим для него хорошего только, хотим для него добра, что и мама, и папа вместе согласны друг с другом. Но бывают ситуации, когда оба родителя вынуждены работать и в воспитании ребёнка частично ложится на плечи бабушек и дедушек, если они есть. Как в такой ситуации родителям не потерять контроль над своим ребёнком? Бабушка и дедушка, они не должны превышать полномочия, своих полномочий. То есть они должны оставаться бабушками и дедушками. Мама и папа, их никто не заменит, маму и папу. И бабушкина и дедушкина функция смотреть за поведением ребёнка, за состоянием, как он питается, как он кушает. То есть бабушки и девушки, они должны выполнять определённую функцию. Бабушке это прекрасно, особенно когда оба родителя работают и нет возможности постоянно находиться рядом с ребёнком. В нашей семье это есть. И мы изначально договорились с бабушкой, что пока родителей нет дома, в доме главное бабушка. Зачастую дети этого не понимают, потому что бабушки, как и в других семьях, стараются больше баловать детей. Всё-таки мы пытаемся договориться и объясняем детям, что бабушка – это хорошо, но в доме всё-таки последнее слово за мамой, либо за папой. Какая бы ситуация у вас ни сложилась, помните, ребёнок – это не проблема, это радость. И только совместными усилиями родители смогут воспитать полноценно развитую личность. Арсений Дикусар продолжает своё путешествие по Приднестровью с гостевым визитом. На этот раз Арсений отправился в посёлок Красное Слободейского района. С какими впечатлениями он оттуда вернулся, узнаем из нашего следующего сюжета. В 30 километрах от Тирасполя, в 7 километрах от Днестровска расположился Красавец, посёлок городского типа Красное. История сёл, где мы были до этого, насчитывает не одну сотню лет. Этому же посёлку нет и 60-ти. Давайте познакомимся с ним поближе. Этот населённый пункт появился на картах 28 августа 1957 года. Раньше тут в полную мощность работал консервный завод «Октябрь», и здесь селились те, кто там работал. В настоящее время большинство жителей работает в бюджетных организациях – в детском саду, школе, поликлинике и в соседнем Днестровске. В посёлке есть интересная традиция. Каждая молодая пара на свадьбу высаживает куст-трос. Со временем здесь образовалась целая аллея. Говорят, когда они начинают свистеть, здесь непередаваемый аромат. Сейчас в посёлке живут примерно 2500 жителей. В равной пропорции это украинцы, молдаване и русские. С двух сторон посёлок граничит с сёлами «Глиное» и «Красное». Здесь находится общий рынок, так что жители часто контактируют. Едешь по трассе, не видно, где заканчивается одно село, начинается другое. А с Глиным у нас вообще там улицы, дом одного населённого кунка, рядом дом другого. Только мы знаем, где граница. В общем, мы общаемся. Здесь у нас в посёлке покупают дома, квартиры жителей из Глиного и Коротного. Поэтому население у нас уже, можно сказать, родственное. Посёлок посмотрели, теперь пора и жителей навестить. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы нам можете показать, как живут в посёлке «Красные люди», чем занимаются? Ну, пожалуйста, заходите. Пойдёмте. Что первое вы покажете в своём хозяйстве? Ну, посмотри, теплицу, картошу как расчёт. Вот это вот покажем. Посмотрите, там сейчас в огороде сыра. Что можно сделать, чтобы я не запачкал свои... Вот, холоша деть. Прям эти, да? Да. Всё. Я готов к бою в огороде. Пойдёмте. Так, скажите, что у вас здесь растёт? Тут у нас тепличка, тут выращиваем помидоры. 8 сортов помидор. И ранние сорта, и средние сорта. Сложно ли заниматься рассадой? Сложновато, труд. Должен быть труд. И технологией должна быть, саблазидация какая-то. Тут работы очень много. Надо и присыпку делать, и, ну, как бы, труд, короче, большой труд. Хорошо. Что нужно сделать в данный момент? То есть, вот мы сейчас сюда пришли, что мы можем сделать? Какой работаете? Ага. Возь, полейте. Смотрите, я заметил, у вас в теплице висит приёмник. Для какого цели? Да, включаем музыку, и слушаем, и работаем. Слушаем новости, и слушаем, что в стране творится у нас, и за рубежом. И помидоры под них. И помидоры, да, под них вычеркнулся. Что вот это за устройство? Это устройство, это самодельный культиватор. И трава режется, и земля рыхлится. Таким образом вы сорняками будете? Да, таким образом будете. Вот можете взять и попробовать. Давайте попробуем. Давайте только сначала следующие этой штуки. И вы вот этот культиватор сделали сами. Владелец дома, где мы оказались, начал заниматься выращиванием рассада около шести лет назад. Подсчитал, что если прибыль за год поделить по месяцам, то получается примерно еще одна пенсия. Правда, работа в его доме не прекращается практически никогда. В теплицах он начинает трудиться уже в феврале. Более подробно рассказать о своем хозяйстве не мог из-за того, что спешил на мероприятие, посвященное годовщине со дня катастрофы в Чернобыле. В 18-м году забрали, когда была авария, на Чернобыльской АЭС, как ликвидатору, военкомата взяли нас. Много ребят было. Занимался я и на ремзвод. И занимались, я, именно мой взвод, занимался ремонтом автомобилей. Ремонтировали технику. Доза радиации, 23 рентгена. Там написано в военном береге, 23 рентгена. Вот так прошел день в поселке городского типа Красное. И теперь пора продолжить путешествие по республике. Приднестровские школьницы заняли призовые места на Олимпиаде по русскому языку и литературе в республике Молдова. О том, как это было, мы узнаем из первых уст. У нас в гостях победительницы Олимпиады Полина Степанкина и Юлия Гарбор. Доброе утро, девочки. Доброе утро. Ну, расскажите для начала о нашем этапе. Насколько сложно было пробиться вот у нас, здесь, в Приднестровье, финал? Чтобы попасть на Молдавскую Олимпиаду, мы прошли два этапа. Первый, это был городской тур. Мы заняли, я заняла первое место. И затем был республиканский тур, где мы также выиграли. Как у вас проходил этот этап, Юлия? Нам было очень сложно и уровни, конечно, сильно отличались. Но в то же время было много приятных моментов, несмотря на то, что не отступало волнение. Во время награждения я услышала одну фразу, которую я очень хорошо запомнила и, наверное, запомню на всю жизнь. Когда называли имена победителей и одно за другим объявляли терраспольских учеников, женщина, сидевшая в первом ряду, сказала, а что, в Приднестровье так хорошо знают русский язык и литературу? Мне, с какой-то стороны, даже приятно было это слышать. Я подумала, да, в Приднестровье знают русский язык и литературу. И более того, в Приднестровье любят русский язык и литературу. Ведь во многом это заслуга наших учителей, которые изо дня в день вкладывают в нас очень много сил и труда для того, чтобы воспитать из нас достойных граждан своей республики. Вот я с этим согласен, потому что я свою учительницу русского языка и литературы тоже отлично помню. И я отлично помню то, как она прививала нам не только знания, но и даже культуру поведения. А я скажу больше. Мои учительницы настолько вот вселили в меня вот эту любовь к русскому языку, что я даже пошла учиться вот на журналистах гуманитарное отделение. А что касаемо вас, девочки, куда хотите поступить, учиться, какую будущую профессию для себя выбрали? Может быть, связано что-то с этим гуманитарным направлением? Я так скажу, что вряд ли моя будущая профессия будет связана с гуманитарным направлением. Я планирую связать свою жизнь с экономикой и с бизнесом. Вот оно как! Ну, русский язык не помешает литературу в любом случае для этого. Ну, а я, конечно же, планирую связать свою будущую жизнь с русским языком, с литературой и, возможно, с другими языками, потому что за многие годы я успела полюбить русский язык и я не вижу своей дальнейшей жизни без этого. Хотелось бы отметить, что наши девочки впервые в Приднестровье, скажем так, вышли в финал вот в Молдове в такой большой олимпиаде. Кстати, сколько участников было в среднем вот в ваших группах? Ну, были различные возрастные группы, которые делились по классам. В моей группе было 30 человек. В моей 31. Здорово! То есть вы лучшие из тридцатки, скажем так, лучших из лучших. Да, в Молдове, в Республике. Вообще. Скажите, как шла подготовка? Я знаю, что это очень... Не то, чтобы такой вот долгий процесс села, выучила там месяц и всё. Это годы просто прочитанных книг, написанных сочинений. Расскажите, что вот вас вселяет эту веру, любовь и стремление к русскому языку? Ну, я действительно шла к этой победе долгие годы. Я участвовала не в первый раз, я участвовала в третий раз, и до этого удавалось занять только третье и четвёртое место, и это первый такой успех. Но также, мне кажется, помогает очень сильно участие в олимпиадах различного уровня. Например, в позапрошлом году я ездила на международную олимпиаду по русскому языку в Москву между участниками стран СНГ, Балтии, Южной Осетии, там, список, по-моему, из 18 стран. И, мне кажется, тоже выступила неплохо. Но такие участия ещё есть в вашем плане, скажем так, в ваших планах ближайших? Может быть, у вас ещё, Полина, есть? Конечно, у меня есть дальнейшие планы. Хотелось бы ехать на другие международные олимпиады. У меня ещё два года, достаточно времени в запасе и поучаствую не только в олимпиадах по русскому языку, но и по другим предметам. Ну, у вас уже времени меньше, конечно, на это. Но, может быть, уже в следующем году вы будете принимать участие в тотальном диктанте. Это для вас будет своеобразная, скажем так, олимпиада. Девочки, остаётся ли свободное время на какую-то личную жизнь? Чем вы занимаетесь помимо школьных каких-то занятий, дополнительных занятий? Если есть желание, это можно заниматься всем. Помимо школьных занятий я четыре года занималась фигурным катанием, также занимала призовые места в международных соревнованиях, сейчас занимаюсь конным спортом. То есть воля к победе у вас с детства. Талантливый человек талантливый во всём. Ну, я закончила музыкальную школу по классу фортепиано, и сейчас пробую играть на других инструментах, барабаны, гитара, флейта. Здорово, какие разносторонние у нас победительницы. Будем ждать новых творческих успехов, уже на музыкальном или вот спортивном поприще. Почему бы и нет? Что ж, огромное спасибо вам, девочки, за то, что заглянули к нам в гости. Поздравляем вас ещё раз с этой победой. Как говорится, знай наших. Ну и напоследок хотелось бы от каждой из вас по очереди услышать ваши пожелания для наших телезрителей. Хотелось бы пожелать, чтобы телезрители читали много книг, стремились своим целям и учили русский язык. Спасибо. И хочется сказать, что всё возможно. Главное только стараться, терпеть и учиться. Спасибо большое. Мы в свою очередь хотим вам пожелать новых творческих успехов и только весеннего настроения. Примите подарок от нас и от наших спонсоров косметической компании Тиандэ. Спасибо. Пользуйтесь на здоровье, девочки. Спасибо. Спасибо вам. Для красоты кожи возраст не имеет значения. Компания Тиандэ поможет вам в этом убедиться. С косметическими средствами серии 20-30-40 кожа будет безупречна всегда. Экстракт алоэ способен удовлетворить потребности любого типа кожи. увлажняет и тонизирует, снимает раздражение, придает коже легкий матовый оттенок. Телефон для справок 3-7-16-842-779-74-733. Наш адрес город Тирасполь бизнес-центр Победа первый этаж. Группа британских ученых изучила проблему исчезновения носков при стирке и смогла вывести индекс потери носков, сообщает издание Мира. Им удалось вывести формулу, способную предсказать вероятность потери этих мелких предметов одежды. Формулу вывели, а куда пропадает второй носок все же не сказали. Что еще интересного произошло в мире, узнаете из рубрики «Легкие новости». Цены на отели в Турции снизились полтора раза из-за нехватки туристов. Об этом заявила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные гостиничной ассоциации Турции. Турецкие работники туристической сферы уже обратились к правительству с просьбой расширить меры поддержки международных операторов. Напомним, что в начале апреля заместитель федерального агентства по туризму Российской Федерации Роман Скорый заявил, что египетское и турецкое направления не будут открыты для туристов в 2016 году. В сети опубликован список актеров, которые появятся в третьем сезоне культового сериала «Твин Пикс», снятого, так же, как и оригинальные серии 1990 года режиссером Дэвидом Линчем. Среди 217 участников проекта Моника Белуччи, Тим Рот, Джим Белуши, Науми Уоттс, Аманда Сейфрид и Дэвид Духовны. Премьера запланирована на 2017 год. В США устроили гонку на дронах, управляемых силой мысли. Для этого была разработана специальная программа, считывающая мозговые токи каждого из пилотов, которая соотносилась с управлением при помощи джойстика. Гонки не получились напряженными, но сама возможность управлять дронами напрямую при помощи мысли уже является большим шагом. В одном из буддистских храмов Пекина появился робот-монах, который может самостоятельно передвигаться, петь мантры и отвечать на несколько десятков несложных вопросов посетителей, касающихся жизни в храме и буддизма. Как сообщают создатели робота, он показывает, что буддизм и современные технологии могут легко дополнять друг друга. А теперь внимание! Никуда не уходите и не переключайтесь! Потому что сейчас у нас самая долгожданная рубрика. Может она вам поднимет настроение? Не может, а точно, ведь впереди у нас гороскоп. Овен. Хорошее время для тех, кто любит активную деятельность. Постарайтесь с самого утра тщательно распланировать свой день. Вы сможете многого добиться лишь в том случае, если правильно сопоставите свои желания и возможности. Телец. День складывается непросто, но вы справитесь со всеми проблемами. Поможет в этом интуиция, которая сегодня будет необыкновенно острой. Именно благодаря ей удастся разобраться в сложных, запутанных ситуациях, найти выход из тупика, а заодно обзавестись новыми союзниками и помощниками. Близнецы. День будет благоприятным в реализации ваших планов. Будет много новостей, писем, передвижений и контактов в течение дня. День полон намеков и подсказок судьбы. Если вы правильно их истолкуете, то сможете избежать ошибок. Найдете единственно верный путь к цели. Рак. День обещает быть довольно насыщенным на события. Вполне вероятно, что вам придется принимать гостей, так что заранее позаботьтесь об ужине и обеде. Близкие друзья и родственники могут проявить некоторую активность относительно вашей личной жизни, но упрекать их в этом не стоит. Лев. От творческой работы вам предстоит перейти к рутинной, но и в ней есть поле для креатива. Пригодятся полезные навыки, полученные в ходе преодоления трудностей. Положительный результат даст умело спланированная деятельность с четко поставленной целью. Дева. Замечательный день, чтобы проявить свою смекалистость и хитрость. Простодушие сегодня будет не к месту, хотя раз в жизни вам стоит задуматься о своих собственных интересах, даже если они идут в разрез с желаниями окружающих. Весы. Благоприятный день, открывающий новые возможности. Появляется шанс справиться с проблемами, которые казались неразрешимыми, преодолеть преграды. Хорошо складываются отношения с представителями противоположного пола. Вы получаете массу удовольствия от общения. Скорпион. Этот день обещает конструктивное решение проблем. От учебы и постижения новых секретов мастерства можно временно перейти к знакомым, практически беспроигрышным приемам. Возможно, появится повод для возврата к прежним экспериментам использованию старого коллективного опыта. Стрелец. Первая половина дня – отличное время для деловых встреч. Вы способны на кого угодно произвести хорошее впечатление, переубедить любого оппонента. Можно начинать работу над совместными проектами. Вероятно, заключение сделок, которые принесут прибыль. Козирог. Удачный день. Многое дается легко. Часто от вас требуется лишь пожелать чего-нибудь, и вы получаете это незамедлительно. Профессиональные проблемы решаются быстро. Некоторые козироги находят союзников, на которых раньше рассчитывать не могли. Водолей. Перед вами откроется отличная перспектива изменить то, что вам не нравится. Усилий, конечно, придется приложить достаточно много, однако результат того стоит. Рыбы. С деловой точки зрения день будет особенно удачным для тех, чья работа связана с общением. В личной жизни многих рыб могут произойти перемены к лучшему, но для этого нужно проявить инициативу. Уважаемые автолюбители, мы тут узнали, что у большинства современных машин при обрыве ремня ГРМ требуется недешевый ремонт. Мы о вас заботимся, поэтому призываем следить за его состоянием или менять заранее. О том, как это сделать, расскажет Василий Моисенько. При возникновении определенной проблемы с двигателем, как правило, в сервисе автомеханик обязательно спросит, когда последний раз меняли ремень газораспределительного механизма. Однако далеко немногим автолюбителям вообще известно, что такое ГРМ, где он расположен и для чего он нужен. Если мы говорим непосредственно о регламентах замены ремня ГРМ, не цепи, не шестеренок или других различных механизмов, которые приводят вращение газораспределительного механизм в целом, то ремень ГРМ, наверное, одна из самых важных регламентных работ и самых важных деталей, которые находятся непосредственно в сердце вашего автомобиля, то есть в двигателе. В таком вопросе, как замена ремня ГРМ, важно соблюдать сроки как демены, так и километража вашего автомобиля. Сроки замены ремней ГРМ и всех механизмов, которые приводят вращение, в натяжение этот ремень, они абсолютно разные для каждой модели и марки автомобиля. Но уже устаканилось, что примерные сроки замены ГРМ на любом автомобиле производится порядка 50-60 тысяч километров пробега автомобиля, либо каждые 3-5 лет. Если цепь допустим меняется порядка 100-120 тысяч, а то и более в зависимости от того, кто производитель этой цепи, то у ремней гораздо сужен этот регламент. Специалисты подчеркивают, что, например, разрыв ремня агрегатов может привести только к тому, что агрегаты отключатся. В ситуации с ремнем ГРМ последствия могут быть гораздо серьезнее. При разрыве ремня ГРМ клапана в головке блока цилиндров остаются в открытом состоянии, так как их не вращает больше ремень. Но при этом ход поршня остается, так как автомобиль двигается и двигатель находится в заведенном состоянии. Соответственно, поршень догоняет клапан и гнет его, так как клапан не закрывается при помощи тех механизмов, которые его затягивают вверх. В итоге мы получаем как минимум гнутые клапана. Если их, допустим, 8, то это еще полбеды, но если их 16, 20, 24 и более, то этот ремонт уже становится в серьезную копеечку. И это еще не предел. Там могут возникнуть и проблемы с головкой блока непосредственно, то есть с тем, как эти клапана согнули, и, естественно, с системой КШМ, то есть кривошипно-шатунного механизма, а конкретно с поршнем. То есть если поршень догоняет клапан, возможно, что его состояние будет тоже нарушено. Цена. То, что тревожит автовладельцев больше всего. Какой суммой можно обойтись при запланированной замене ремня ГРМ и какой уже после его обрыва? Замена ремня ГРМ даже на самом простом двигателе может обойтись порядка где-то до тысячи рублей, может быть, даже немножко и меньше. Но если вовремя не заменить этот ремень и пропустить регламент замены, этот ремонт может выйти в сумму около полутора тысяч, двух тысяч рублей. Это, естественно, вместе с комплектующими, которые необходимо будет заменить. То есть ремонт более глубокий. Либо мы меняем те части, которые отвечают за вращение непосредственно самого двигателя внутри, либо мы уже лезем в двигатель непосредственно во внутреннюю его часть. Каждый автолюбитель, каждый автовладелец должен себя перепроверить. Если автомобиль не имеет специальных обозначений, которые говорят о предыдущей замене ГРМ или нет регламентов соответствующих допустим заводам-изготовителям или, к примеру, он только приобрел автомобиль, а бывший владелец ему не сообщил менял ли он ГРМ вообще систему или нет, то тогда ему необходимо обратиться к специалистам для проверки. Во-первых, если это возможно визуально отследить его состояние, если визуально отследить его сложно, то тогда рекомендуем прямо заменить этот ремень ГРМ вместе со всеми механизмами, которые приводят вращение непосредственно ремнем газораспределительного механизма, включая в некоторых случаях и водяную помпу, включая возможно и шестеренки и распредвалов и коленвала, в зависимости от, естественно, уже выработки и самого ресурса, который выработал этот двигатель. Будьте внимательнее на дороге, ни гвоздя вам, ни жезла. Вот многие знакомые говорят, мол, погода такая, что не знаешь, как одеваться. Вы скажите спасибо, что у нас еще плюс, ну а дождь, это, в общем-то, тоже неплохо. Главное, быть к нему готовым и посматривать на небо перед выходом из дома. Ну или смотреть наш метеогид, там информация будет понадежнее. Согласна. В середине недели погода уже больше будет похожа на апрельскую. Все же по отметкам на столбиках термометров так сразу и не скажешь, что весна перевалила за экватор. Температура воздуха по северу республики ночью плюс 4, плюс 6, днем 14-16 градусов тепла. Ближе к столице ночью 5-7 с положительным знаком, днем 15-17 выше нуля. Сегодня нас ждет переменная облачность без осадков, наконец. Успокоится и ветер подует с умеренной скоростью 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. В ближайшие дни должно стать еще теплее. Ждем повышения температуры воздуха. Ну а сейчас, друзья, у вас есть возможность выиграть сертификат на 50 рублей от наших спонсоров Воки-Токи. Для того, чтобы его получить, необходимо первым ответить на наш вопрос. Итак, как в азиатской кухне называются жареные куриные бедра, промаринованные в кисло-сладком соусе? Свои варианты отправляйте на адрес утро собакопгтрк.ру Удачи! Воки-Токи Итальянская кухня Японская кухня Китайская кухня Воки-Токи Быстро Бывает вкусно Девятого мая Расскажите о том, как она будет проходить у нас. Да, совершенно верно. У нас эта акция довольно-таки молодая, всего лишь второй год подряд мы будем ее проводить в городе Террасполе. В прошлом году она была не столь масштабна, было порядка трехсот человек. В этом году к нам обратилось уже порядка трехсот. Плюс еще это те люди, которые дойдут, буквально сегодня утром уже десять человек позвонило, вот они придут тоже сделают свои фотографии. Сама акция пройдет 9 мая непосредственно, будет сбор в центре города возле фонтана и вся колонна бессмертного полка пройдет и до возложения цветов на центральном мемориале столицы. Для того, чтобы принять участие в этой акции достаточно всего лишь принести фотографию с фамилиями, отчеством человека, изображенного на фотографии к нам в офис по адресу Бульвар Гагарина 2 это экономический факультет ПГУ, вход со стороны двора, я сразу объясняю, почему, потому что много вопросов возникает. Мы ее увеличиваем, мы ее реставрируем в зависимости от того, в каком состоянии фотография и после этого выдаем людям уже вместе с держателями для того, чтобы им было удобнее нести. Вот покажите пример. Да, вот принесли вот такую вот фотографию маленькую, вот такой вот портрет у нас получился, то есть стараемся максимально отреставрировать фотографию, чтобы, во-первых, человеку было приятно, эта фотография остается у него, многие приходят, у них осталась последняя фотография, да, и она в очень плохом состоянии, поэтому как бы хочется оставить человеку, чтобы у него также была память о своем родственнике, который защищал нашу родину. До какого числа можно зарегистрироваться? Мы принимаем фотографии до 4 мая, с 4 по 8 мая ориентировочно мы будем выдавать уже непосредственно людям на руки фотографии, уже готовые, плюс оригиналы фотографии, а также и держатели фотографии. Как воспринимали эту акцию в прошлом году? В прошлом году мы начали чуть-чуть позже, за месяц до 9 мая, поэтому к нам успело обратиться только порядка ста человек, которым мы помогли. Но несмотря на это откликнулось еще большое количество людей, которые сами изготовляли портреты и также приняли участие в бессмертном полку. В этом году мы начали намного раньше, поэтому вот такое вот большое количество фотографий обращаются целыми организациями, учебные учреждения обращаются, собирают фотографии сотрудников, которые защищали родину, собирают фотографии родственников, сотрудников, участников Великой Отечественной войны и консолидировано уже привозят нам. Вот скажите, наверняка большинство, может быть, некоторые приносящие фотографии рассказывали какие-то истории интересные, может быть, пару слов рассказывали, говорили о своих родственниках, что было интересного? Практически каждый человек, который приносит фотографии, он рассказывает со своими родственниками, если есть информация. Потому что есть люди, у которых вообще никакой информации не осталось. Это вот небольшая фотография, возможно, с подписью. Это все, что осталось от родственников. В прошлом году, например, была ситуация, когда пришла женщина с фотографией, говорит, это мой дядя, я не знаю, где он захоронен. Но мы постарались по объединенной базе данных, которая есть в России, сайт, посмотрели, нашли, захоронен он в Молдове, недалеко от нас. Она взяла эту информацию, поехала туда, уже разговаривала о том, чтобы установить какую-то небольшую табличку, чтобы знать, что он там похоронен. То есть можно сказать о том, что если у некоторых есть вопросы, они могут обратиться к вам за помощью? Да, конечно. К нам люди приходят и просят, например, если они не знают, где. Мы смотрим по объединенной базе данных. К сожалению, там находятся не все люди, которые проходили по военкоматам и так далее. Но какая-то информация есть, поэтому все, что мы можем, конечно, мы людям предоставляем. Да, друзья, действительно, не упустите возможность обращать в движение «Звезда», либо приходите со своими, скажем так, фотографиями, со своими держателями и примите участие в акции. Ну что ж, огромное спасибо вам за то, что заглянули к нам, рассказали о предстоящей акции. И напоследок хотелось бы услышать ваши пожелания для наших телезрителей. Ну, первонаперво, хочу еще раз пригласить всех принять участие в акции «Бессмертный полк», потому что это действительно та дань памяти, которую мы обязаны отдать тем людям, которые защищали нашу Родину. А пожелать хочется всем хорошего дня, хорошего настроения и побольше улыбок. Спасибо вам большое за интересную беседу. Примите подарок от нас и от наших спонсоров компании «Тиандэ». Пользуйтесь на здоровье. Спасибо большое. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Я в детстве очень интересовался всем, что было связано с радио. Мне казалось, это какой-то магией. Это простые радиовулны, а не магия. Я знаю, что даже есть кружки, в которых обучают всем азам поиска радиочасов. Для этого, конечно, есть специальное оборудование, которого у меня, к сожалению, не было. Зато оно было у тех, кто на днях собрался в парке, чтобы на практике применить знания, полученные на занятиях. Интересно. Так начинается тренировка радиоспортсменов. Датчик крепится на ветку дерева, причем расстояние от земли не должно быть больше полутора метров. Задача спортсменов найти это устройство. Такой поиск называют охотой на лис. Все дело в том, что передатчик замаскирован, и найти его сложно. Так же, как настоящую рыжую лисицу. Сейчас я делаю настройку передатчика на первую так называемую лису. Вот я включил радиопередатчик, он работает и выдает определенный сигнал. Он работает только одну минуту. Потом выключается 4 минуты и молчит, и опять включается через 4 минуты. И так все работают передатчики. Задача охотников – найти определенное количество лиц радиопередатчиков с помощью специального устройства. Называется оно радиопелегатор. Работает очень просто. С помощью нее и головных телефонов я слышу азбуку Морзе, и мне это помогает найти. Вот как говорил наш учитель, если слышишь Морзянку, то сделай чуть потише. Если ты подходишь в ее сторону, то звук должен увеличиваться. И вот как раз сейчас он прослушивается. Вместо обычного передатчика могут использоваться и телеграфные сигналы. Перед стартом радиоспортсмену выдается карта местности. Радиопелегатор и стартовый талон. На нем спортсмен ставит штамп. Это подтверждение находки. Перед руках у нас компас, чтобы ориентироваться, где наши примерно лисы находятся. Мы уже ориентируемся, куда нам бежать. Кратчайший путь по карте мы смотрим, как определиться. Чем ближе мы прибегаемся от лисей, тем слышим лучший сигнал. Отмечаем эту лису, бежим дальше. Я лиса первая, я лиса первая. Первая лиса работу закончила. Интересна также и история появления самого радиоспорта. Впервые ее применили в 1957 году в Венгрии. То есть радиолюбители выехали на поле, стали работать в эфире, связываться с корреспондентом. И не могли найти. При помощи приемника, то есть волновой канал определили, какую сторону. Так пошел военный спорт. Военно-технический вид спорта по радиопелегации. На первый взгляд тренировка кажется несложной. Но если проводить охоту на лис в широком масштабе, то без физической подготовки тут не обойтись. Преодоление гор, рек и оврагов. Для многих это не просто увлечение или хобби. Навыки радиоспорта могут пригодиться молодым людям и во взрослой жизни. Теперь здесь физическая выносливость тоже. Потому что все-таки трасса поиска до 12 километров. И надо бегать. Причем за определенный контрольный временный просто так. Дальше изучают электротехнику, радиотехнику, связь изучают, военную топографию, стрелковое дело изучают. Изучаем электротехнику, значит, что такое электрическая сеть, что такое бытовые приборы, как ими пользуются, какое напряжение там. Радиоспорт – это сочетание активности и интеллектуальности. Многие даже называют его игрой в шахматы на бегу. До главного праздника весны Дня Победы остается не так уж и много. И в эти предпраздничные дни люди посещают мемориалы для того, чтобы отдать дань памяти павшим войнам. Наверняка многие знают о мемориалах, которые расположены в их городах. Но ведь в республике они есть во многих местах. И сегодня из нашей рубрики «Городские истории» вы узнаете о Кургане Славы, который находится в городе Дубосары. Памятник Курган Славы является недвижимым объектом культурного наследия, который входит в государственный реестр памятников и памятных мест Пренестровско-Молдавской республики. Этот памятник был открыт в 1968 году в результате поисково-исследовской операции «Танк», которую проводил Герой Советского Союза, подполковник подставки Евгений Иванович Красовский. В 1968 году, 11 августа, со одной реки был поднят танк Т-34 под номером 44-232, который был установлен на Кургане. Дело в том, что в далеком 44-м году на этом Кургане располагался командный пункт 230-й Запорожско-Хинганской стрелковой дивизии. Командовал этой дивизией Сданович Гавриил Станиславович. Здесь, у подножия Кургана Славы, похоронены два героя Советского Союза, два замполита 610-го стрелкового полка, которые участвовали в прорыве окружения. Дело в том, что поступил приказ прорвать окружение, и это окружение возглавляли два героя Советского Союза, Шикунов и Корнеев. Они, сидя на танке Т-34, 135-й Константиновской бригады, возглавляли этот прорыв. Шел бой, и снаряд попал в танк, и механик-водитель потерял управление, и танк сорвался с обрыва и затонул в реке. Уже позже, в 68-м году, танк был поднят со дна реки и установлен на этом Кургане Славы. Также погибли в тот день механик-водитель Митрофанов и заряжающие орудия Максимов. Они также похоронены у Кургана Славы, у его подножья. В 1972 году у подножья Кургана Славы были похоронены останки Марии Ивановны Кулькиной, летчицы, которая погибла в воздушном бою при освобождении Дубасарского района над Кошинском плацдарме. Настало время подарков. И у нас новый розыгрыш от кофейни Арабика. У вас есть возможность получить сертификат на сумму... 50 рублей. Для того, чтобы получить приз, необходимо ответить на наш вопрос. Свои ответы присылайте на адрес утрособака.пгтрк.ру. Кто сделает это быстрее всех, и получит наш приз. Будьте внимательны и удачи! Какая из песен группы «Роксет» прозвучала в фильме «Красотка»? Ну вот и всё. Программа «Утренний эфир» подошла к концу. Новый день с вами встречали Екатерина Орлова и Дмитрий Доброхотов. Хороших вам новостей и только положительных эмоций. До скорого! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!